OBD2 код неисправности технический Description, O2 датчик опорного напряжения цепи, Аупенбанк 2 Сенса 1, что P2247 средняя. Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2. С 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Honda, Ford, Mazda, VW, Mercedes-Benz, Audi, Hyundai, Acura, BMW и т.д. Хотя в целом, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и трансмиссии, конфигурации, хранимые средства кода P2247, Что модуль управления силового агрегата, PSM, обнаружил обрыв цепи опорного напряжения для восходящего потока датчика O2 для банка двигателя 2 Датчик 1 относится к датчику вверх и банк 2 относится к банку двигателя, который не содержит цилиндр номер 1 PSM контролирует соотношение воздуха к топливу для каждого блока двигателя Используя данные, полученные от нагретых датчиков кислорода отработавших газов Каждый датчик кислорода выполнен с использованием чувствительного к диоксиду циркония элемента, расположенного в центре вентилируемого стального корпуса Крошечные электроды, обычно из платины, прикрепляют чувствительный элемент к проводным выводам в разъеме жгута проводов кислородного датчика А разъем подключается к локальной сети контроллера SIN, которая соединяет жгут проводов кислородного датчика с разъемом PSM Каждый датчик кислорода ввинчивается или зацепляется в выхлопную трубу, он расположен так, что чувствительный элемент находится рядом с центром трубы Когда отработавшие выхлопные газы выходят из камеры сгорания, через выпускной коллектор и проходят через выхлопную систему, включая каталитические нейтрализаторы Они проходят через датчики кислорода, выхлопные газы поступают в датчик кислорода через специально разработанные вентиляционные отверстия в стальном корпусе и вращаются вокруг чувствительного элемента Закрученный окружающий воздух проходит через проволочные выводы в корпусе датчика, где они заполняют крошечную камеру посередине, воздух, в крошечной камере, затем нагревается Это заставляет ионы кислорода производить энергию, которая распознается PSM как напряжение Различие между количеством ионов кислорода в окружающем воздухе, поступающим в датчик О2 и числом молекул кислорода в выхлопе приводят к тому, что ионы кислорода в датчике О2 отскакивают от одного платинового слоя к другому, очень быстро и периодически По мере того как растущие ионы кислорода сдвигаются между слоями платины, происходят изменения выходного напряжения датчика кислорода PSM видит эти изменения выходного напряжения датчика кислорода как изменение концентрации кислорода в отработавших газах Выходные сигналы напряжения от кислородных датчиков ниже, когда в выхлопе присутствует больше кислорода обедненное состояние, и выше, когда в выхлопе присутствует меньше кислорода обогащенное состояние Если РСМ обнаруживает обрыв в цепи кислородного датчика опорного напряжения, код P2247 будет сохранена и лампа индикатора неисправности, МАЛ, может быть освещена, большинству транспортных средств потребуется несколько циклов зажигания, с отказом, для освещения МАЛ, типичный датчик кислорода О2, какова серьезность этого кода неисправности? Обрыв в цепи опорного напряжения датчика О2 может привести к снижению эффективности использования топлива и снижению мощности двигателя, код P2247 должен быть классифицирован как серьезный и исправлен как можно быстрее, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомами кода неисправности P2247 могут быть, снижение эффективности использования топлива, снижение производительности двигателя, сохранение кодов пропуска зажигания или кодов обедненной, обогащенной выхлопной системы, скоро загорается лампа технического обслуживания двигателя, кода Причины для этого кода могут включать, перегоревший предохранитель датчика О2, дефектный датчик и, кислорода, сгоревшая, поврежденная, сломанная или отсоединенная проводкой, или разъемы, вам понадобится диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник надежной информации о транспортном средстве для точной диагностики кода P2247 Вы можете сэкономить свое время, выполняя поиск технических бюллетеней по обслуживанию, TSB, которые повторяют сохраненный код, автомобиль, год выпуска, модель и двигатель, и выставленные признаки Эта информация может быть найдена в вашем источнике информации о транспортном средстве Если вы найдете правильный TSB, это может привести к быстрому решению вашего диагноза После подключения сканера к диагностическому порту транспортного средства и извлечения всех сохраненных кодов и соответствующих данных стоп-кадра запишите информацию, на случай, если код окажется прерывистым После этого очистите коды и проведите тест-драйв, пока не произойдет одно из двух, код восстановлен или PSM переходит в режим готовности Код может быть сложнее диагностировать, если PSM переходит в режим готовности в этот момент, потому что код прерывистый, состояние, которое вызвало сохранение P2247, может ухудшиться Прежде чем будет поставлен точный диагноз, если код восстановлен, продолжите диагностику, вы можете получить виды лицевого разъема, схемы контактов разъема, схемы расположения компонентов, электрические схемы и диагностические блок-схемы, относящиеся к коду и рассматриваемому транспортному средству, используя свой источник информации о транспортном средстве Выполните визуальный осмотр соответствующей проводки и разъемов отремонтируйте или замените проводку, которая была обрезана, сожжена или повреждена Используйте DVOM для проверки напряжения датчика O2 на соответствующем контакте разъема, рядом с датчиком, если напряжение не обнаружено, проверьте системные предохранители, при необходимости замените перегоревшие или иным образом неисправные предохранители, если обнаружено напряжение, проверьте соответствующую цепь на разъеме PSM Если напряжение там не обнаружено, подозревайте обрыв цепи между соответствующим датчиком и PSM, если там обнаруживается напряжение, предположите, что неисправна ошибка программирования PSM или PSM, чтобы проверить датчики О2, запустите двигатель и дайте ему достичь нормальной рабочей температуры, дайте двигателю поработать на холостом ходу, с коробкой передач в нейтральном или парковочном положении, когда сканер подключен к диагностическому порту автомобиля. Наблюдайте за входными данными датчика кислорода в потоке данных, сустите область потока данных, чтобы включить только соответствующие данные, и вы получите более быстрый ответ, если датчики кислорода работают нормально, напряжение на датчиках кислорода PROCAD будет непрерывно работать в диапазоне от 1 до 900 мВ, как только PSM перейдет в режим замкнутого контура, датчики после кошки также будут работать в диапазоне от 1 до 900 мВ, но они будут оседать в определенной точке и оставаться относительно стабильными, по сравнению с датчиками до кошки, кислородные датчики, которые не могут работать должным образом, следует считать неисправными, если двигатель находится в исправном состоянии, перегоревший предохранитель датчика O2 не является причиной сохраненного кода P2247, а является реакцией на некоторый тип короткого замыкания в цепи. Продолжение следует...